Инновационное будущее российской науки обсудили в Самаре представители ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Мордовии и 63-го региона в рамках Дня сотрудничества университетов. О новейших технологиях, в теории и на практике. Беседу начали в СГАУ, затем ознакомились с проектами студентов, которые уже сейчас востребованы в авиаракетостроении, после чего отправились на ЦСКБ «Прогресс», где обсудили варианты дальнейшего сотрудничества. Впрочем, речь шла не только о развитии аэрокосмического кластера. Обо всем подробнее в нашем материале. Объединят усилия, чтобы поддержать отечественное производство и достойно выйти на мировые рынки. Ставку делают на инновации. Появляются проекты, которые реально дают и могут дать в будущем хорошую отдачу. Я уверен, что если мы эту работу настойчиво, активно, соответствующую государственной поддержкой будем вести, то обязательно появятся более мощные результаты. И мы будем иметь свои технологии, свой продукт, который будет востребован не только на российском, но и на рынках рубежных стран. Только за счет объединения знаний, усилий мы сможем решить самую главную и основную судьбоносную задачу, которая стоит сегодня перед Россией. Создать индустриально мощное, независимое, обезопасенное от всего государства. Представители ведущих научных центров Москвы, Санкт-Петербурга и Мордовии знакомства с инновационным потенциалом Самарской области начали с единственного пока в регионе Национального исследовательского университета. Здесь все образовательная система построена на принципе 50% теории, 50% практики. Суперкомпьютер, центр приема и обработки космической информации и первый студенческий микроспутник АЭСТ. Над его созданием в СГАУ трудились 5 лет. Он весит меньше 50 килограммов и предназначен для технологических исследований. Запуск пробного варианта запланирован на конец года. На орбиту его доставит ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1В». Разработки оценили и в Роснано. Руководство госкорпорации предложило СГАУ организовать совместную работу на территории региона. Разговоры о космических планах продолжают на ЦСКВ «Прогресс». В плане внедрения инноваций в Самарской области есть где развернуться. В Тольятти строится технопарк. Первые резиденты сюда заедут уже в конце лета. Такая представительная встреча с ректорами ключевых ведущих вузов России у нас проходит впервые. Мы будем работать по нескольким направлениям. Это и в первую очередь аэрокосмический, это автомобильный кластер, это взаимодействие в области химии. Конечно, в первую очередь мы будем еще и работать в области инновационных разработок и загружать и новыми направлениями, и новыми резидентами наш парк «Жигулевская долина». Здесь можно найти очень много контактов. И что самое главное, есть возможность существенно расширить контакты между научными, производственными, такими специальными учреждениями, как технопарки. В Саранску есть чем похвастаться в сфере передовых технологий. Там готовятся запустить первое в России предприятие по выпуску оптического волокна. Еще один масштабный проект Самарской области — особая экономическая зона. В усовершенствовании производства нуждается и «АвтоВАЗ». И здесь также рассчитывают на разработки российских научных центров. СГАУ и Технический университет — давние партнеры самарских предприятий, а на прошлой неделе было подписано соглашение о сотрудничестве с МИФИ. Интерес у представителей разных вузов взаимный. Результатом встречи должны стать новые совместные проекты. Татьяна Потоцкая, Александр Дмитриев, Новости губерния.